приехали вы собственно говоря в сибирь сейчас мы приехали в академгородок на одну турбазу пойдем вместе посмотрим что тут есть отдохнем выходные соответственно просто классно проведем время поехали джамарочка пока спит мы пойдем дойдем до трамплина я вам расскажу историю этого трамплина и вообще каким образом он здесь появился и почему еще до сих пор есть интересный на самом деле граффити даже до граффити люди делают очень много елочек зеленых то что ассоциируется сибири постоянные леса прекрасный с 1 1958 года на степановской горе в кировском районе действовал один из лучших стране представляете стране мы сейчас здесь находимся горнолыжных трамплинов комплекс это соответственно он он просто невероятной высоты сейчас он конечно же уже не действующий но есть идея по поводу реконструкции создания парка который будет соответственно включать и музей и будет трамплину более облагороженном виде и мы я думаю дальше с вами тоже увидим там спустя какое-то время смотровая площадка кстати тоже будет а на сегодняшний день на сегодняшний день чтобы он не стоял попросту и не бездействовал здесь соответственно переоборудовали для занятия людей да кто занимается вот скалолазанием есть очень такая немаленькая так скажем зона для тренировок и вот с этой стороны вот здесь вот это вот вся стена она в зиму заливается прямо делается на ней лед в общем очень интересное место историческое мы с вами заходя до в этот весь комплекс отдыхать проводить время с семьей первое что лицезреем это вот это историческое сооружение на самом деле огромных масштабов такое но прям вдохновляющее я не представляю как люди туда забирались потом оттуда так и соответственно прыгали это нужно очень любить лыжи и не бояться высоты сегодня на самом деле гораздо холоднее чем была погода вчера потому что ветер и он прям такой сильный а я сказал today is like feel is more cold reality don't get to be done like what for you Siberia you like Siberia so if really for me who before I don't too much feel cold is like something new but really too cold not this yes but whatever in Moscow we don't too much go out to for something and stay long time outside and my hands feel like if take ice and like this ну вот я даже тоже упаковалась побольше я шапочку одела прям прохладно сегодня берна там спит пока но не знаю сегодня хватит вчера мы прям долго погуляли в лес уходили сейчас тоже попробуем пойти в лес вот показать вам какая здесь природа у меня-то рукавички вон теплее еще со сноубордовских времен и костюмчик кстати тоже можно сказать с этих же времен поэтому мне теплее чем лужу надо будет его потом тоже их сноуборду приноровить может быть понравится а я нет пою авто а я это хэв костюм и экипат лент еще пром сноуборд тайм и помимо охотника здесь спешу приперфа здесь метафта я приперфа сноуборд это их пою костюм like this you feel more better about this в общем что-то случилось с камерой непонятно первый раз такое когда снимает начинает все двигаться как привидение будем потом смотреть может быть она замерзла хотя не должна была может быть там что-то в общем посмотрим а что хотела рассказать вот это первая беседка она такая достаточно большая по моему 30 человек здесь на территории таких много мы вчера потому что мы здесь второй день мы вчера ходили смотрели прям достаточное количество есть но для дня рождения люди снимают просто отдохнуть семьей вокруг каждой беседки есть мангальная зона там они предоставляют все но необходимый экипат минк если нужно наверное у них то есть музыка у них есть здесь свои колонки такие достаточно неплохие то есть там по bluetooth подключается или по юсб а вот разного рода беседки это тоже одна из них сейчас по моему там никого нет то есть она еще не арендована можно зайти посмотреть как все устроено вокруг обычно они так огорожены но все равно при этом территория открыта точно то что там полностью закрыта тут есть мангальная зона соответственно такая терраса вот именно в данной беседке есть красивые достаточно вида расскажите и качельки соответственно которых можно посидеть покачаться сделать красивые фотографии и насладиться временем с вашими друзьями семьей что красиво здесь вечером посветочка такая включается и вокруг лес деревьев деревьев территория достаточно большая есть зона такая детская площадка прям с горками там совсем для развлечений сейчас тоже пройдем еще отдельно покажу но и самое главное и самое такое что не знаю прям мне понравилось это то что есть различные тропы они он даже называются маршрут здоровья номер три это показывает куда можно добраться в итоге там если пойдешь через лес или поедешь потому что когда много снега здесь есть снегоходы ну либо там кто-то до своих приезжает берут с собой лыжи там лыжные тропы и соответственно показано куда можно вообще на другую сторону город добраться и там лес такой вот прям сосны деревьев много здесь наверно тоже как будет видно и и туда уходишь там все 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 в таких деревьях очень красиво соответственно мы сейчас тоже пойдем гуляем посмотрим как сказала сегодня прям гораздо холоднее вчера не было ветра мне кажется даже было чуть потеплее в плане но температуры а сегодня похолоднее есть ветер вот поэтому мы даже одни тут мне кажется такие на территории все люди по баням тут еще у них кстати бани есть разного размера и с купелями тоже и с чанами сейчас это популярно прям какая-то пошла не знаю на эти чаны спрос спрос большой вот тоже думали пойти но у нас в принципе дома своя баня вот плюс как бы с ребенком непонятно он пока еще все равно маленький что он будет там делать если меня там сначала один пойдет потом другой не знаю нормально нормально короче еще подумаем вот сейчас пойдем гулять дальше ну в общем идем дальше посмотрим что у нас будет вам расскажем покажем муж замерзает руки потому что у него перчатки совсем тонкие хотя он стал нет у меня зимой нормально мне будет я же москве нормально не ходила графа москва тебе и сибирь здесь все равно все по-другому счастье все-таки мороз какой покрепче хотя еще сейчас можно сказать нет морозов вот везде на территории тоже такие древеники это так колоритно смотрится то есть потому что очень много бань и они делают соответственно древних его с другой стороны тоже есть такой древиник вот снаружи они делают да так декоративно внутри там уже много дров соответственно для баньки вот это вот детская площадка детская зона с горкой вчера очень много детишек тут каталась и такие домики до баскетбольные кольца качельки поэтому есть чем заняться детишкам можно смело приезжать с детьми отдыхать джамарчик подрастет если мы будем потом еще в сибири тоже посмотрим может быть вернемся покатаемся вместе уже вот у мамы вчера одна хотела покатиться но не стала вот соответственно место где начинается так скажем одна из троп которая идет в сосновый лес есть конечно тут лиственные деревья на их встречается гораздо меньше пойдем погуляем и там с правой стороны открывается прям вид на гор тоже так красиво далеко конечно прямо и будем уходить потому что все-таки прохладно мы уже давно на улице но пойдем покажем как это выглядит вон на велосипедах люди тоже катаются на лыжах как и сказала в общем 100 на что гораздо и и А там уже, посмотрите, идет дым, люди начинают топить баньки Бани тоже есть разных размеров Сейчас пойдем, может быть, поближе туда подойдем, посмотрим Джамарочка пока спит, мы уже подзамерзли Скоро, наверное, будем возвращаться домой, пить чай или кофе Но пока еще гуляем Ну, что сказать, место, конечно, здесь красивое Много деревьев, простора Здесь вот другая тропинка, по которой тоже можно уходить в лес Там люди тоже пошли гулять, не знаю, сейчас видно их или нет Соответственно, всего здесь их, по-моему, три или четыре Так что хорошо, что сюда приехали Мне нравится Так вот, Джамар спит Спокойно себе в колясочке, дышит воздухом свежим А мы пока гуляем, рассматриваем территорию, планируем вечер, завтрашнее утро Наслаждаемся моментами А когда мы вернулись в свое шале, нас ждала вот такая вот неожиданность К нам прилетела птичка-синичка через открытую форточку Она, наверное, нас испугалась Я, если честно сказать, даже тоже Мы благополучно потом ее выпустили И, соответственно, все было хорошо Также каждый день прилетала вот такая вот порода птичек Кто знает, напишите в комментариях, что это за птичка Они кушали хлебушек, который мы выкладывали вот так вот на подоконник Некоторые птички забирали с собой его на дерево и кушали его там А некоторые уносили в свою кормушку И там тоже почивали Приехала пицца Сейчас будем кушать Не знаю, Джамар даст возможность или нет Ну, будем пробовать, что получится Субтитры сделал DimaTorzok